МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас вся губная помада уйдет и губы меньше. Я считаю себя красивой, яркой. Благиня шопинга это я, Вероника Борисова, потому что я артистичная, искренняя и достойна, разумеется, как никто, победы. Я думаю, что у моей контуренки будут серые мыши. Привет. Привет. Ну, у тебя прям токсик, все. Ну, главное, что не я. А почему у тебя губы синие? Это зеленый цвет морской волны. А ты вот так по улице прям ходишь, да? Да, так можно. Ну, сочетание цветов слишком кричащее. Для меня это дискисатка, хоть и сейчас, как клон. Я Аня. Вероника. Колхозная. Привет, девчонки. Привет. Я Натали. Вероника. Очень приятно. Анна. Страшно приятно. О, какая у тебя роскошная прическа. Где вообще откопали таких колхозниц? В 2007-м? Ну, просто их луки, их внешний вид, аксессуары. Ну, прически. У одной какая-то копна, я не знаю, она вафельницу ее делала. У другой какие-то сопли несят. Что тебя сподвигло накрасить? Бирюзовые черные губы сделать. А вот эта сережка у нас, это же просто, блин, у меня постоянно высморкаться. Ну, я вижу, ну, какой-то разноцветный цыпленок сидит. Впечатление, конечно. Я креативный дизайнер. Я работаю с цветом. Просто это мой внутренний мир. Больше выделиться-то нечем. А фигурка, как бы, ну, ни туда, ни сюда. Поэтому, чем нужно брать? Надо брать яркость. А тут у нее мозг сработал. Чем ты занимаешься? Ну, я выступаю на сцене, пою. В каком стиле поешь? Академ. И мюзикл, и эстрада. Говорят, от оперного пения бокалы лопаются, да? Ну, так что удивишь? Ну, я не распевалась, правда. Спасибо. Оперная певица хочет выпрыгнуть из трусиков. Она хочет показаться, какая она классная. Но по факту, ну, никто. А чем ты занимаешься? Я руководитель клиники. Косметология. А почему ты губы не покрасила? У меня не накрашены губы. Да ладно, у тебя бы просто прикидку. Почему ты такая тупая улыбка? Она неадекватно улыбалась, у нее она перекосила рот. Бывает такое, если боток-слип реального колят в плохой клинике. У меня не тупая улыбка вообще, да, как бы. Я поняла, что это просто быдло. Ее даже девушка нельзя назвать. А тебя мужик какой-то продвинул? Почему мужик? Неужели ты думаешь в жизни, что может кто-то... Ну, мне кажется так. Потому что если ты не умеешь общаться нормально с людьми, оскорбляешь их просто так. Отвечу на твой вопрос. Либо родители, либо мужик про... Герлс Пауэр. Я не могу вклиниться в разговор, потому что я не разговариваю на курином. Отвечу на твой вопрос. Я сирота. И с самого детства я продвигала себя сама. Я пришла доказать обычным тем маленьким девчонкам. Вернусь, наверное, лет на 25 назад, когда я сидела, смотрела в телевизор. Я смотрела на этих девочек, да, там, с обложек журналов. Думала, как же это дорого, какие они красивые. А не было такой, как я, которая выйдет и скажет, можно выглядеть, можно сидеть на телевидении. И не с миллионами в кармане, а просто с обычной зарплатой. И чувствовать себя лучше других, которые, ну, одеваются за миллион. Так у тебя специальная миссия. Я сейчас это делаю, ну, для самой себя тогда. Не люблю показывать, как я плачу. Но тут я не смогла сдержаться, потому что через меня прошла... Вот она. Прошла та боль, которую я чувствовала тогда. Я не люблю это вспоминать, потому что постоянно это нахлынувает. Наталья – это звезда погорелого театра. Мне, да, актрисулька. Скорее всего, даже вот этот душевный порыв, эти, когда слезы поступили в глаза, мне кажется, это, ну, не было стопроцентной искренности. Вот такая напряжённая атмосфера. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Появляется Маша. Этот светлый лучик в этой фигуре. Итак, дорогие мои девушки, я расскажу вам, какие же будут условия, чтобы стать той самой заветной богиней шопинга. У вас будет 15 тысяч рублей, один час и хорошее настроение. Как мало? Да. На самом деле, очень мало времени, час, ну, это просто нереально. Шопинг я привыкла с обеда начинать, покупки делать, и пока у меня уже ноги не будут болеть. Ну, вот у вас будет теперь шопинговый час, в рамках которого будет небольшое задание. Если вы его выполните, то час может увеличиться вдвое, а то и втрое. Ну, и теперь самое главное – задание. Как вы видите, по мне, я так одета сегодня необычно, так оригинальненько, так странненько немножко. А всё почему? Потому что мы собираемся в Питер. О-о-о, классно! Я же из Питера. Ну, я считаю, довольно-таки почётно носить звание Петербурга. Мы уже потеряем буржин. Надо красиво одеваться. И мне кажется, что я с лёгкостью справлюсь с таким заданием. Какой лук туда подобрать, я уже придумала, потому что я обожаю вечеринки, а в Питере их много. И если я пойду в Питер, то это точно на рейв. Девочки, я на этом вас оставляю. Пожалуйста, берегите себя, берегите друг друга. До встречи в финале. Пока-пока. Пока. Слушайте, ну, Питер – это, конечно, круто. Я, например, для культурного развития ездила в Питер, посмотреть на эти все памятники. На какие? Посмотреть, как разводятся мосты. На какие памятники посмотрела? Купить этот магнитик. Я танцевала по музыке, которая музыка на улице. Она просто поёт, я вот танцую, кайфую. Да мне п*** просто. А я могу обеих слушать, прикольно. Не слушаешь других, только думаешь о себе. Ты когда-нибудь заткнёшься, когда я говорю? Да ты даже не слушаешь, когда я говорю. Сейчас. Ну всё, моё терпение лопнуло. Я не позволю какой-то мне закрывать рот и перебивать меня. Если ты мне не дашь разговаривать, я щёлкну раз в нос. Ты х*** это перемен. Сейчас это не шутка. Понимаешь меня? Своё закрываешь, поняла? У меня ни х*** у меня рот. У тебя… Ужас. Я тебя предупредила. Если я разговариваю, ты меня не перебиваешь, пока я не закончу. Потому что я закончу с тобой сейчас. Она меня испугалась, у меня х*** глазки были. Она затроила. Если бы она мне опять бы квакнула что-нибудь, это было бы х***, ребята. Я просто даже не хочу в это вязаться. Поэтому я лучше промолчу, отведу взгляд и буду молчать. Я не пошла на мальчик вообще. У меня тоста нет, мне с тобой неприятно общаться. Так давай с тобой. С тобой не буду. Да, я тоже не буду. Мне было неинтересно. Вообще не чувствую конкуренции. Посмотрите на меня и на девчонок. Кто тут самый стильный? Тут и спорить не стоит. Всем давным-давно ясно и понятно, что самая классная, самая сексуальная, самая эротичная, самая лучшая богиня шопинга здесь я. О, добро пожаловать в мой дом. Приходите, приходите. Меня зовут Вероника Борисова. Я из города Санкт-Петербург. Я профессиональная певица. Занимаюсь академическим и эстральным вокалом. Серьезно, оперная певица у нас? А так сразу и не скажешь. На данный момент я преподаю дошкольникам музыкальное развитие. Ну, так и говори, училка я по музыке. Ну, что мы тут выкаблучиваемся? Дети меня вообще на самом деле любят. И мне кажется, что я одного возраста с ними. Потому что я могу поржать над тем же, что они ржут. Кисси-месси, хаги-ваги. Да ты, в общем-то, и предложения формулируешь. Приблизительно как ребенок дошкольного возраста. Я вообще из Питера, но в Москву частенько приезжаю на съемки, выступления. И когда приезжаю, снимаю вот такие апартаменты. Чего ты снимаешь? Апартаменты. Это какой-то французский уклон, может быть, который мы не знаем. Как говорится, кружка. Как говорится, комплектер. Вероника из Питера. Училась в школе. Ей говорили, как правильно произносить слова. Как правильно ставить ударение, может быть. А я пою, как оперная певица. Я-а-а-а-а-а. Я-а-а-а-а-а-а. Она только рычагу открывает. Как будто воронка инферно. Хоть бы не провалиться туда. Она похожа на рыбку из мультика «Будешь нашим королем». Я бы никогда в жизни на ее концерт не пошел. Я хотела быть двумя перепонками. Так, давайте завязывать вот этими вот колоратурными сопрано. Концертное платье. Но мне оно нравится. Оно прозрачное. Чего я не слышу теперь? Ну, конечно, в этом платье лучше сильно не наклоняться. Потому что те, кто будут сзади, все будет видно. Поэтому если только кланяешься зрителям, то только такой реферансик. И все. Потому что там оркестр, который сидит сзади, офигеет, да? Там флейта вот так вот его перекосит. Понимаешь? Валторно подавится. Понимаешь? Фагот. И все. Это одно из любимых моих концертных платьев. Я не хочу тебя, конечно, расстраивать, но это не платье, а все-таки костюм. Вот ей прям идет. На лицо пакет надеть. И вот платье вообще куколка. Оно значимо тем, что я именно депутировала своей августской песней. И была именно в этом платье, когда я ее пела. Надеюсь, мы сейчас не попросим девочку петь ее песню. Правда ведь? Могу сейчас исполнить свою авторскую песню. Недавно ее выпустила. Под названием «Открой». Про любовь. Не надо. Ну, пожалуйста, я не хочу. Закройте. Да, как набирают. У-у-у-у-у, сейчас прокачать. Так и шорби, танцполы. Сейчас, ой, включай софиты. Где вот эти вот стратоскопы? Пу-у-у-у. Смотри мои глаза. Ой, ладно, все, я не хочу. Я с закрытыми. Там чувств пламя. Ты вернись, ведь ты сказал точно. Знаю. Да что это за голос? Откуда это? Что это за утробное вещание? Что будем навек вместе? Мы будем одной песней. Ой, ну какая песня, такие тапочки, как говорится. Ой, очень эффектно. Очень. Откроме свою душу, Откроме своей силы, Я буду тебя слушать. А что тут включилось? Все-таки телефон умный, да? Вот все-таки технологии как? Да нет, чувствуют нас все равно. Вот он сам устал и выключился. Надо было другой линейки надеть. Ишли. В смысле, она носки туда подкладывает? Колготы? Ну зачем тебе? Даже потом доставать, Даже человек отъедет, У него стрелка такой будет, У женщины грудь рассыпается на колготке. Носочная грудь. Та-ра-та-та-та-там. Грудь из носков. Та-та-ра-та-та-там. Ай, класс. Это платье у меня красное, Для особых случаев. Какой бренд? Красное. Как краснодарское вино. Платье красное для особых случаев. Да у тебя и грудь носочная для особых случаев. Если я хочу покорить аудиторию, Либо конкретного мужчину, Самоценка просто... Я выбираю именно это красное платье. Ничего супермодного в этом платье, конечно же, нет. Обрати внимание, что буфы выглядят, Ну, как знаешь, как вот это уши с паниэля. Они висят. Нужно, чтобы это было гораздо более объемнее. Тогда как раз и будет работать и зона ключиц, И зона плечей. Шоппинг я люблю, и поэтому я думаю, Что я слегка справлюсь с этим заданием. Ну что, погнали? Она сейчас куда выйдет? В холодильник? Ты, главное, там в этом не пой, на шоппинге. Я должна победить в проекте богиня шоппинга, Потому что я достойна победы, Я вообще нигде не выигрывала. Уже пора, мне кажется, где-то выиграть. Я Вероника Борисова, Девушка с утонченной вкуса. И за 15 косарей... Косарей не в тему, да? Гляньте, гляньте, там шутка упала. Ловите срочно, ловите срочно, А то заживет в эскалаторе. Обожаю шоппинг, Просто это моя стихия, А задание реально просто для меня, Потому что я сама из Питера, Из культурной столицы, И думаю, что вообще с легкостью подберу лук. Мы одежду твою видели, Действительно, у тебя потрясающий вкус. Ха-ха, нет. И ты, да, действительно из культурной столицы, Поэтому мы слышали твои прекрасные ударения. Ха-ха, нет. Питер вообще-то театры, клубы, Музеи, Эрмитаж. Что еще, кроме Эрмитажа? Ну-ка, давай вспомним. Очень нравится русский музей. Даже запомнила одну картину. Даже одну картину запомнила? А ну, давай, удиви меня, какая картина? Это картина Малевича, Корова и скрипка. Я думала, что Малевич только рисует герметрические фигуры. Какие фигуры он рисует? Герметрические? Такие топы сейчас супер актуальны. Они смотрятся современно и интересно, Но их нужно правильно миксовать. Вот в данном случае с кожей, с этим пирожаком, Это выглядит неправильно. Вроде бы как секретарша, Которая немножечко утеплилась тут вот в районе груди. Надеюсь, напихала туда еще носков. Ну, знаю, чтоб не простудила, не просквозила. Я занималась моделингом. И сейчас иногда занимаюсь. Это мое хобби. Я даже выступала на показе Лолу Джалоловой. Кого? Лола Джалола, Боба Зелебоба И другие. Да нельзя просто брать и выдумывать дизайнеров. Ну, в смысле? Лола Джалоловой? Это из стиля Пусиков. Вместе на одной сцене с Татьяной Булановой. Буланова пела песню, А мы по Ледовому дворцу ходили, Показывали одежду. Когда выходишь на подиум, Надо смотреть вперед. Взгляд немного высокомерный. Блин, вот это уроки. Мастер-класс буквально, девчонки, запоминай. И просто от такого взгляда Мужчины сходят с ума. Я уверена, что у Джиди Ходи Точно такие же были уроки. Просто отвратительный ранвей у нее. Ты просто идешь четко, прямо, Улыбаясь глазами, как Тайра Бэнкс, Идя, как мисс Джей Александр, Просто делаешь ранвей, Останавливаешься, три секунды смотришь, Разворачиваешься. Возьму к подиуму, без... Но нашла вот так. Такой фасон платья сейчас очень актуальный. Действительно, это платье смотрится очень стильно. Мне очень нравится, что оно выполнено именно в дними. Это придает такой более расслабленный формат данному изделию. Я считаю, что это платье действительно является Мастхэв этого сезона. Дорогая богиня, время почти на исходе, Но я пришла помочь. Как ее зовут? Как ее зовут? Я забыла. Ее зовут Настя Ивлеева. Наибольшее количество времени спрятано под той юбкой, Которая по длине очень напоминает юбки с последнего показа. Миу-миу. Удачи! Миу-миу. А, блин, а я не смотрела последний показ. Миу-миу. То, судя по всему, ты предпоследний не смотрела. И предпредпоследний не смотрела. Судя по всему, ты так, в общем-то, и не особо ориентируешься. Знаешь? Так, ну, мое шестое чувство показывает, что надо идти к юбкам. Один из главных трендов нулевых – это мини-юбки с заниженной посадкой. Такие мы видели на Бритни Спирс, такие мы видели на Пэрис Хилтон в то время. Ну, а сейчас этот тренд возрождает один из самых главных и известных дизайнеров современности – Миуча Прада для своего бренда Миу-миу. Так, в коллекции сезона весна-лета 2022 года мы встречали эти юбки в сочетании с кроп-топами, с какими-то офисными вариантами. Поэтому обратите внимание, но не только на юбки с заниженной талией, но еще и на идеальный трест для того, чтобы они смотрелись идеально. Я думаю, что именно эта юбка содержит дополнительную ноту. Знаешь такое? Ну что, загляни под юбку, как говорится. Походу интуиция меня подвела. Уи-уи-уи! А-а-а! Ты не вижу, торопись! Глянь, она сирену включает! Я когда тороплюсь... А, вот еще юбка есть. Вот еще юбка. Блин, блин, блин! Я когда тороплюсь, вообще ничего не могу делать. Вот иногда стрессовская ситуация, я просто иногда теряю разум, ничего не могу найти. Ну где еще юбки, елки-палки? А-а-а! Уже вендом беги, уже беги вендом, уже иди давай, глобуль, нормально. Короче, все провалилось задание. Дополнительного времени у меня нет. Как говорится, сушите весла. Сушите весла, распивайтесь. Я собрала изысканно утонченный лук, и поэтому богиня шопинга буду я. Поэтому конкурентки, увидимся на фото. Мне нет равных. Так, поехали дальше. Йоу-йоу-йоу! Камон-камон, everybody! О, боже мой! Как нам подфартило, как нам повезло, что у нее на голове. Я в детстве стриг себе волосы. И вот, когда я стриг себе челку, она была точно такая же, как у этой безумной леди. Пойдемте скорее, я расскажу, как нужно одеваться на рейф-вечеринке. Лапусь, надеюсь, не венто. Вот что ты сейчас одета. Меня зовут Анна Беликова. Я креативный дизайнер международного рекламного агентства, режиссер и рэпер. Такая она, кислотный диджи. Вот это мой восхитительный гардероб. И сейчас я расскажу о самых своих любимых вещах. У нее в гардеробе стоит холодильник? Вы что, прикатываетесь? Ну давайте, сейчас из холодильника достанем куртку. Люблю ходить на вечеринки электронной музыки, рейвы. В основном, мой гардероб подходит для этих мероприятий. Какая она? Рейвистка. А это, технокобра. Ну, скорее, техноцапля. Не знаю даже, техно... Лапуська, бодуска. В этом прикиде я последний раз была в мутоборе. Что такое мутобор? Как тебе объяснить? Сингер-клуб какой-то? Это что-то связано с техномузыкой? Я боюсь таких мест. Ой, я знаю, что Маша Миногарова тоже любит мутобор. Но мы пока там еще не встречались. Наверное, на разных мероприятиях бывает. Между прочим, ну не скажу, что люблю, но я тоже был в мутоборе. Если бы все выглядели как я, это просто был бы фантастический и мой идеальный мир. В смысле? Если бы все выглядели как ты? Это был бы, наверное, какой-нибудь фильм антиутопии, где люди делятся на фракции. Люди с кривой челкой. Пожалуйста. Люди-поседители мутобора. Пожалуйста. Люди, у которых стоит холодильник в гардеробе? Пожалуйста. Костюм, он невероятно крут. Это анорак, спортивные штаны. Ой, боже. Знаешь, немного беременная хурма. Прекрасный такой образ. Олечка Бузова купила его сразу после меня. Это она сейчас как реклама или как антиреклама, он говорит. Я сомневаюсь, что Оля увидела на Ане этот костюм и сразу же купила. Мне кажется, Оля не в курсе ее существования. А вот эту чудесную сумочку я просто не могла пройти мимо нее, потому что я с детства обожаю все мягкое и пушистое. Я готова с ней спать. Она такая клевая. Слушай, ну сумка, конечно, такая симпатичная, как будто бы ступню снежному человеку. Подпилили и в зеленый цвет покрасили. И ручку прошили. Этот яркий жакет. Я очень захотела себе что-то розовое. И я его купила. И с ним я ношу берет. Я сочетаю его со спортивными штанами, потому что это прикольно. Я вспомнила 1К17. Вот знаете, когда очень хотели быть подростки модными, хотели попасть во всякие шоу про моду. И примерно так одевались. Полагаю, что это стиль. Благодаря тому, что есть только одно яркое цветовое пятно в верхней части, то этот образ выглядит стильно. Мне кажется, что если, например, чуть менее интенсивно сделать мейк, возможно, снять этот берет, и этот образ работал бы на 100%. Мы уже заценили мой гардероб. Пришло время собрать мне новый классный аутфит. Погнали! Я считаю, скромность это скорее недостаток, чем достоинство. Поэтому ответственно заявляю, что я богиня шопинга. Я легенда. Только для истории сделала. Как не быть легендой. Вы думаете, один час – это много или мало? Для меня это очень много, ведь моя фишка – скорость. На скорости сейчас и полетим в Питер. В Питере я не была уже лет семь. Странно, выглядишь как фанатка этого города. Потому что не фанатка этого города, но я фанатка вечеринок. А Питер славится своими рейвами. Да не славится он энтим. Понятно, московский вырос гильдяи. Так как я по профессии графический дизайнер, это просто моя обязанность – разбираться в оттенках, стилях. Я хорошо знаю историю искусства. Ну-ка, это же мы там знаем. В истории моды мой самый любимый период был. Какой? Давай, что? Мезозой? Когда появились настоящие панки? Когда после чумы? После нашей чумы или? Про какую она имеет в виду? Ходили и собирали с умерших одежду, лохмотье, на себя это надевали и вот так панковали. Вот это вот был стиль. Что-то мы сейчас с тобой перепутали, Лапусь. Мы, значит, перепутали почему-то конец 70-х и какие-то века 15-е и 14-е. Мы почему-то это все вместе. И, наверное, ты думаешь, что стимпанк родился сразу после чумы? Я тебя огорошу. Стимпанк вообще сам изначально придуман был. На стыке типа суперфьюча и промышленного подъема технологий вот этого всего. То есть смесь типа суперфьюча и прошлого вот так вот создан был стимпанк, як стиль. Он не имеет отношения к чумным докторам, честное слово. Уж мне-то поверьте. В этом луке можно пойти послушать Витчхаус какой-нибудь в Питере. Что за название Витчхаус? Это что-то приличное. Простите, я просто не понимаю, что меня запитивает. Что такое Витчхаус? Я вообще сейчас, может, говорю, что ты такой, конечно, и матерюсь, а меня мама смотрит. Мне вообще здесь очень нравятся огромные широкие подвороты. Я считаю, это прикольно. Ань, ты знаешь, вот образ все равно выглядит как-то незавершенно. Действительно, он необычный. Замечательные эти джинсы. Мне нравятся действительно их подвороты. Но я бы советовал их сочетать с какой-то более, возможно, изящной обувью для того, чтобы показать как раз разницу в объеме на щиколотке и ширины самой штанины. Вообще, я считаю, лук получился такая, типа, училка вышла на вечеринку. Но мне нравится. Это достаточно весело. Ну, похоже на мою по русскому литературе Татьяну Васильевну. У нее был такой свитерочек. Не могу сказать, что нижняя часть этого образа мне симпатична. Брюки кажутся чересчур хлипкими, как будто бы они чересчур летние. Как будто бы как раз в этом комплекте они и не срабатывают. Поэтому брюки заменить, вверх можно оставить. И я думаю, что этот образ вполне имеет место быть. Дорогая богиня, время почти на исходе, но я пришла помочь. Наибольшее количество времени спрятано под той юбкой, которая по длине очень напоминает юбки с последнего показа. Не умею. Удачи! Пойдемте заглянем под юбки. Здесь юбок нет, но это начало. Пойдем отсюда. Мю-миу что-то... Я надеюсь, ты сейчас не скажешь, но Мю-миу меня так хомяка звали. Наверное, это какой-то бренд. Так, это мужской. А, может быть, они были здесь? Кажется, я нашла юбку. Ничего нет. Эх, как жаль. Я не нашла дополнительное время. Спасибо. Вот мы и собрали лук на техно-питерскую тусовку. Дверь, конечно, как в учительскую. О, привет! Мы вас уже давно ждем. Заходите. Я Наталья Жукова. Я руководитель клиники эстетической медицины. Весь переискурант у тебя на лице. Какая, знаешь, ходячая антиреклама в своей клинике. Это мои питомцы. Ее зовут Бандитка. Мы еще любим русской. Это ее братишка-автор. Автор и Бандитка. О! При том, что мне нравится такая, знаешь, экзотическая порода на фоне этих экзотических шкафов. У меня в гардеробе есть как-то брендовые вещи дорогие, так и дешевые. Сейчас я вам покажу или даже можете угадывать. Мне кажется, я умею сочетать и цену, и качество. Хорошие вещи можно купить как за копейку, так и из черкизоны. Ой, все, моя любимая рубрика. Новости с садовода. Прекрасное вечернее платье для прекрасной Натали. Как вам? Вот если бы садовод выбирал бы себе амбассадора, амбассадора. Звучит же. А, Натали? Разрез по-самому. Разрез у меня не по-самому я не могу, он еще выше. Это слова хирурга в эстетической медицине. Я та, которая не держит себя, как говорят мне мои врачи, как говорит остеопат. Что у нее с шипящими? Почему она и буква С говорит вот так, и буква З говорит вот так? Тимати так читает рэп, типа, где лучшие тусовки у нас в клубе, где лучшие подруги. Они почему-то вот эти шипящие делают на них акцент. Как будто, вот знаешь, типа, мы совсем недавно приехали из Америки, да, и вот мы вот так разговариваем. Я та, которая купит самый высокий каблук, будет мучиться, ходить, но будет делать вид, что мне не сложно. Это я. Скрипя зубами, как говорится, надену их. Вот такие вот. Лопусь, но я надеюсь, даже в янте шпильки ты все-таки вставляешь ортопедические стельки. Для пользы, как говорится. 500 рублей. 500 рублей. Вы не ослышались? Я в нолях не ошиблась. Но когда я в них выходила, все говорили, боже, где вы такую обувь купили? У меня их две пары, красные и синие. Люди спрашивали, где такую обувь купили, чтобы себе такое случайно не купить. 500 рублей. Да это много за них 500 рублей. А просто она обещала, что будут какие-то и брендовые вещи. Я не понял, я их пропустил или что? Зачем же вы нас шпыняли тем, что у вас и дороговизна имеется, когда вы просто рыночная принцесса. Ну, это одно из самых дорогих платьев в моем гардеробе. Стоит оно около 30 тысяч. Это месячная зарплата продавщицы в Дикси. Конечно, бред полный, но иногда хочется себя побаловать. Слушай, а представляешь, да, вот эти все продавщицы в Дикси были бы в таком бы платье, а? Пик! Пик! Пакет брать будете? Позволю себе ткнуть вас носом, что Жадор не отшивает колхоз. У Жадор есть одежда? Поправьте меня, но, по-моему, Жадор это духи. Значит, Наташ, не хочу тебя расстраивать, Жадор это название духов, это не бренд одежды, это не дизайнер, поэтому, если на бирке, на платье написано Жадор, то 30 тысяч, это ты понимаешь, лоханулось. Развели тебя, знаешь, а побрали как липку. Представляю вам этот лук. В этом костюме я хожу на работу. Фу, как отвратительно. Значит, Натали у нас врывается по леопарду. Это один из моих любимых костюмов. Он дорогой. Это бренд Москина. Это бренд Москина из бутика номер 126. Я чувствую себя руководителем, кем и являюсь, поэтому могу как вот леопард строго прийти и наругать. Не буду ничего плохого говорить по поводу этого костюма, потому что и так все видно. Плохо сел. Отвратительная ткань. Принт, который, кажется, будто бы выстирали его еще лет так семь-восемь назад. Ну, как-то тут все мимо. Я очень требовательный руководитель, такие редкие... У меня не получится. Слушайте, на самом деле, судя по вашему гардеробу, пол садовода именно этим и занимается. Они, мне кажется, за ваш счет уже, знаете, три виллы в Испании купили, а вы тут жадоры свои носите. Ну что, красота страшная сила? Вы уже увидели мой гардероб, а теперь пойдемте на шоппинг. Я вам докажу, что я беру крутой лук и уложусь в нужную мне сумму. Я думаю, вы уже поняли, кто здесь богиня шоппинга, потому что я не привыкла проигрывать. Победа будет моя. Крепитесь, девочки. В Москве можно одеваться нормально и даже на 15 тысяч рублей. Сейчас я вам это докажу. Не нужно тратить миллионы денег, чтобы выглядеть просто супер. представьте, что я еду на выходные в Питер. Давайте вместе подумаем. Питер, ветер, погода вечно мерзкая. Это гид по городу. Тинки за умать захотелось. Поэтому я думаю, нам нужно выбрать что-нибудь поярче, чтобы выделяться на фоне и показать, что мы из Москвы. Да они по проблем сразу поймут, что ты из Москвы. Как только человек из Москвы, приехавший куда-то, откроет свой рот, сразу станет понятно, что человек из Москвы. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну как вам, друзья? Родительница на собрании семиклассника. Такая, которая молодится. Оттенок, подобный красного, который скорее все-таки более коралловый, неплохо сочетается с белым цветом. Но на этом все. Что касается формы, что касается стиля, нет, эти вещи дружат очень плохо. Сидят они странно. Ничего модного в этом нет. Никаких трендов, никаких идей, ничего совершенно. Смотрите, вот как раз Питер, болото, можно и в зеленом, да? Она сейчас оскорбила великую культурную столицу России. Болото. А тут я как принцесса лягушка. Лишь бы бородавками не пойти, правильно? Не могу сказать, что ты выглядишь шикарно. Во-первых, это платье уже выглядит устаревшим. Оно совершенно не соответствует современным трендам и тенденциям. Оно вообще какое-то очень бедненькое. Так, сообщение. Дорогая богиня, время почти на исходе, но я пришла помочь. Наибольшее количество времени спрятано под той юбкой, которая по длине очень напоминает юбки с последнего показа. Мю-мю. Удачи! Мне кажется, сейчас вот так вот ее брови должны... Пум! И убежали, убежали, убежали. От этого задания. Так, юбки. Так, тут везде юбки. А что ты думала, у нас будет какое задание? Что продается в палатке номер 526? Я не знаю, я не слежу за модными трендами. В каких юбках мне искать? Ну, это мы заметили. Это мы заметили, ты можешь не объяснять. Ну, так а что делать? У нас программа модная. У нас программа называется богиня шопинга. Соответственно, уж как-то постарайся, потрудись. А, юбка, которая что-то там... Да простят меня члены жюри, если я тормоз. Время, ребята, я не знаю, где юбки. Ой. Опа. Наверное, это оно. Да ладно! А-а-а! Боже мой, ты смотри, садовод увидел тренды. Вот я в моде не понимаю, но всегда побеждаю. Держите. Выкусили. Ну, рад за тебя, но не от всего сердца. Так же говорили мне троечники в универе. Было обидно. Да-да-да-да-да-да-да. Ах, какое блаженство! Ну, неплохо. Обычненько. Интересненько. Платье. Мамочки в декрете. Уважаемые режиссеры, задумайтесь, современная Мэри Поппинс в Питере. Там-там-там. Пора уже переснять этот фильм. Ты знаешь, некая интеллектуальность благодаря этому платью в образе появляется. И мне кажется, не стоит этого пугаться. Даже наоборот, стоит этим воспользоваться. Возможно, дополнить это платье Есть смысл с какой-то оверсайз вещью. Ну, предположим, каким-то кардиганом удлиненным. Кто там у нас опять? Здравствуй. Ты знаешь, меня еще из фейковой мазкина не доставали. Для того, чтобы образ был идеальным, нужно детально продумать все нюансы и акценты. А для этого необходимо время. Поэтому я готов лично тебе подарить еще один час на шопинг. Но при условии, если ты победишь в моем фэшн-блице. Все очень просто. 30 секунд и 5 букв, на которые ты должна вспомнить название фэшн-брендов. И если у тебя получится, то час будет твоим. Ведь ты же собираешься победить и стать богиней шопинга. Ну что, давай попробуем. Буквы. Д. Диор. Донателло Версачи. Дизель. Дольче Кабано. Засчитано. Ж. 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 Полное Ж. Я не помню, друзья. Ну что, ты Жадор. Вспоминай свой же. Сама, сама выдумала бренд, сама в него поверила. Не судьба. Вот что значит, когда ты не знаешь многих дизайнеров. А на букву Ж, как ты говоришь, можно было вспомнить хотя бы дживенши? Ну что, всем уже понятно, кто здесь богиня шопинга. Я выбрала крутой лук, а теперь дайте мне корону. сегодня день финала. Мне немного волнительно. Конечно, хочется победить. Мне, конечно, очень интересно, какой образ выбрал Антали. Только дурак не будет бояться. Конечно же, я боюсь, немножко я переживаю, но с самого детства я туда, где я боюсь, я всегда туда наступаю, и потом, когда оглядываясь назад, понимаю, ну блин, глупо, ну что ты боялась, все равно победила. Я думаю, что будет, как обычно, там высокая шпилька и все в облипочку, как в 2007. Блохо рестайл. О, 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 о. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-ху! У-ху! Дефиле было довольно-таки неуклюжим. Просто крепление на камеру. Мне очень нравятся шорты, прям кайфовый цвет, текстура для города, для Питера клево. Но вот вверх мне не нравится. Лузка, ну вот прям плохо. Если бы она спереди ее заправила в шорт, и было бы что-то интересное, разная длина, подчеркнула бы фигуру. И то, что белый воротничок, как будто ты училка. Она же не может сказать, ты такая классная, и поэтому я отдаю тебе победу. Ну она хоть к чему-то придралась, конечно, она придралась к воротничку. Питер это культурная столица, прежде всего. Это надо ходить по музеям, театрам. И мне кажется, вот мужчина позовет театр, вот ты в таком виде пойдешь. Ну вообще не в тему. Ну такое. Как бы я особо не была восхищена образом. Я даже не представляю, если бы ты меня сейчас поддержала после нашей стычки последний раз, я бы была просто в шоке. ты когда-нибудь заткнешься, когда я говорю. Ты щелкну раз в нос, ты как перемен. Сейчас это не шутка. Мой в паровоз, ты можешь не прыгать, можешь меня не поддерживать, но зрители оценят и поймут, что в Питер не то, что можно, нужно так ездить. Я считаю, что это уже высокая оценка, потому что, ну типа, мы боремся за звание богини шоппинга, и этот лук был, очевидно, не том. Ну как дела? У меня совершенно сегодня нет негатива, не хочу негативить. Уже видно, что культурная столица, уже не перебиваешь. Приятно. Дрессировке поддается каждой, и я вам это доказала. Вот получила наша оперная пивица, в данный момент она, смотрите, сидит, молчит. Так что во мне умер хороший дрессировщик. Мата не может себя держать в руках, поэтому я особо не стала ей перечить. И я не хочу уйти со своей вручной площадки со сломанным носом. У меня настроение победить. Я вообще не волнуюсь, ну типа, ну о чем? С девчонками соревноваться, куда им бы мне? Ну, очевидно, с моим вкусом, но только я здесь богиня шоппинга. Меня бы удивило, если бы Аня вышла женственная, нежная, воздушная, романтичная, в каком-нибудь красивом платьишке, с нежным-нежным макияжем. О, о, о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, о, о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что я очень не люблю оверсайд. Не люблю тебя поддерживать, но тут согласна. Почему-то шорты длиннее колен. Я вообще, ну, это как будто какой-то бабушкин вариант. Я считаю, что шорты либо должны быть короткими, либо должна быть какая-то юбка дополав. Дополав. Очень некрасивая. Дополав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не для Питера, это для каких-то подвалов. Поэтому я ставлю вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще я уверена в себе. Я считаю, что из этой тройки уж я точно богиня шоппинга без вообще вопросов. Ну, мы посмотрим, что там за безвкусица. Потому что разговаривать она не умеет. Может, дадим ей шанс хотя бы в одежде показать что-то интересное. Вот я бы хотела ее увидеть в твоем стиле, чтобы она меня прям удивила. Сейчас открывается дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выхожу из дыма. Чувствовала себя просто Ириной шеей. Походку ровнее. Вот так. Нога от бедра. Раз, два. Соперницы мои там что-то охали-ахали. Непонятно, к чему были эти охи-ахи. Потому что мой образ не фриковатый. Мне кажется, не всем были их реакции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это немножко... Ну, грубо говоря, там разрез, тут разрез. Ну, не немножко, ладно. Ладно, не немножко. Длинное платье, разреза нет. Ну, в смысле, декольте. В смысле, нету? У тебя два поперек и вдоль два разреза. Вы вообще видели, что такое вульгарно? Вульгарно это вот с чёрными губами ходить по улице. А у меня, в принципе, мой разрез на ногах компенсирует закрытое декольте. Как это с женщинами про вампиров? Чёрная баба такая ходит, там, страшная, в чёрном платье такая худая. Семейка Адамс? Да! Чёрная семейка Адамс. Вот это вот, вампирша такая. Вот. Мне вообще не похоже, у меня бэби-фейс. В смысле? Вампирша это стронг фейс, малые щёки, маленькие губы. А у меня бэби-фейс. Платье на ней сидит окей, но типа опять скучно, цвет всё одно и то же, не удивило. И её зашоренное мышление, которое осталось в прошлом веке, это достойно только двоечки. Привет, богини! Вот это преображение! На данный момент наибольшее количество баллов у Натали. Семь. Поздравляю, вы лидер. У остальных пока что поровну по три балла. Я вообще не удивилась. Типа их оценка явно не объективная, явно они хотели очень сильно победить. Поэтому принимаем. Получается, что мы всё-таки больше поставили баллов Натали, чем она нам. Это только промежуточные результаты, потому что мы узнаем оценки от нашего фэшн-эксперта Даниилы Грачёва. Вероника первая откроет свой конверт. У меня такой мандраж, как-то время даже замедляется. И я всё-таки надеюсь, что Данил Грачёв, так как он опытный стилист, он оценит меня гораздо выше, чем девочки. Бесстрашно, четвёрка. Четыре балла! Я просто в шоке. Я не ожидала такую маленькую оценку от Даниилы Грачёва. В общем-то, ничего нового, ничего грандиозного. А к финалу всё-таки хотелось бы чего-то необычного, чего-то супермодного. Ну и, конечно же, у меня есть претензия к обуви, и у меня есть претензия к данной сумке. Всё вместе не сложилось в один идеальный, стильный образ, который достоин того, чтобы победить в нашем проекте. Натали, теперь твоя очередь. Открывай, пожалуйста. Сейчас. Пять! Выкусили все! Твой образ смотрится довольно-таки неплохо. Мне нравится, что основная его часть сконцентрирована вверху, а ноги остаются открытыми. Конечно же, не хватает каких-то более, возможно, ярких аксессуаров, но при всём при том, что я видел в начале, этот твой выход выглядит, ну, в общем-то, даже, можно сказать, неплохо. Аня, пожалуйста, открывайте ваш конверт. Девять баллов! Серьёзно? Это как Оскар! Это вау-вау-вау-вау-вау! Я такого никогда не видела. Спасибо, чувак. У меня был стресс. Я забыла, как плюсуется, и я уже не могла бы уме посчитать, кто у нас лидер. Это шесть. Хух! Я чуть не перевернулась! Ань, мне нравится, как ты работаешь с цветом. Именно этого в финальном образе не хватило. Мне кажется, ты как-то пожалела себя и решила сильно не экспериментировать. Ты не вышла из зоны комфорта. ты просто выбрала вещи, которые ты используешь так каждый день в повседневной жизни. Получается, что богиней шопинга у нас становится Натали! Вы лучше всех нарезаете. Вы помнили, да? Вы лишние носики! Ну, конечно же, ребята! Я же вам всю передачу твердила. Кто здесь богиня шопинга? Конечно, я. Натали там ликует. Она же так хотела победу. Она же вот ей нужна награда, признание. Она что угодно для этого сделает. Занизит нам оценки. Тут меня не надо, ведь и проигрываю. Везде, где бы я ни была, я постоянно недооценил. Меня очень расстроено. У меня имя Вероника, предоставляющая победу. У меня ни разу в жизни не принесло эту победу. Мне больно! Я не могу это терпеть! Мне в какой-то момент даже стало страшно. А вдруг она что-то с собой сделает. Друзья, одна в слезах, другая сияет от счастья, но третьей сияют прекрасные стразы вокруг прекрасных глаз. Друзья, иногда в слезах заканчивается шоу «Богиня шопинга». С вами была Маша. Маша, спасибо! А выкусили? Увидимся в следующий раз. Спасибо, Маша. Да, дай ей награду, ты что? Да не надо ничего. Я никогда нигде не выигрывала. Проиграла, будь добра, держи удар. Ну, не умеешь проигрывать. Ну, ты туда ходишь на эти все конкурсы. Тем более, она говорит, я никогда нигде не выигрывала. Но если ты раз проиграла, тебя нос ткнули второй раз. Ну, куда же ты сумишься, господи, девочка моя? Ну, я не собираюсь добаться. Все равно для себя я богиня шопинга. Просто я считаю, что я всегда выгляжу хорошо, утонченно и выделяюсь из общей массы. Мне кажется, это главное гораздо индивидуальнее, чем какая-то фриковатость или одеваться к попугаю. Может быть, будешь нравиться Данилу Горячу. Субтитры сделал DimaTorzok